Добрый день еще раз Геннадий Анатольевич, поясните, что сегодня здесь происходит? Сегодня у нас происходит заключительное занятие по проведению огневой подготовки с командным составом загона обороны, который в случае введения военного положения и прорыва супостата будет командирами подразделений на охране особых объектов, которые находятся на территории Никопольщины. Если вы понимаете, что не приведи Господи, что-то там усиление такое произойдет, то ребята готовы возглавить подразделения, которые будут сведены в несколько загонов и тем самым по команде командира территориальной обороны Никопольского района будут заниматься введением боевых действий супостата, которые вступят на нашу землю, на землю Никопольщины. Как вы считаете, вот ваше мнение, насколько люди самообороны готовы и насколько не готовы? Я считаю, что люди самообороны готовы. Готовы ребята и так далее. Мотивация, как я раньше говорил, существует. Ну, может быть, не все и не до конца. Все-таки должно быть более масштабное. Я думаю, это у нас будет происходить, но это должно быть не на территории земляного тира, в котором возможно выполнение по стрельбе, по выполнению определенных нормативов по инженерной подготовке, что, кстати, обязательно. По тактической подготовке. Это должно быть на полигонах крупных войсковых соединений или войсковых частин, где имеются такие поля, тактические поля, так называемые, где проводится именно слаживание. Это итог всего слаживания подразделений. Они должны уже после этих слаживаний практически процентом на 70, на 60 подразделения готовы. Я не говорю, что все 100, потому что 100 подразделений достигаются уже, когда начнут, извините, пули сверкать над головой. И это приходит определенный рейн. Как часто проходят эти занятия и чего, как бы, вы считаете, что не хватает в этих занятиях? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что занятия проводят, проводим, мы уже проводим с отрядами, с командирами отряда, уже несколько раз проводили занятия, сейчас очередной этап. Вот. Это самое большое решение в масштабе Украины, будем говорить так. И я считаю, что проводить их довольно чаще и так далее, выводить, вывозить и все-таки делать эти занятия на базе крупных стрельбиков, где есть тактические поля, и все остальное. Тогда будет действительно тот итог, который необходимо делать. Положение одинокое. Прилеем в то упражнение. Прилеем одинокое. Вот это автоматически. Значит... Представьтесь, пожалуйста. Прилеем ремонтник НЗФ Чичика, работаю на УПШ. А вы кто? Диспетчер заработки и расплавного. А Ужиров. А зовут как? Жабтокислав Викторович. Я предыдущий днев по техническому развитию, Сан-Травис, СПЮ, Красиво-Литры. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что вообще, что вы здесь делаете сегодня? Мы проходим подготовку военную, чтобы больше знать, лучше уметь. Кто вас направил сюда? Военкоматы. 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 В отряде находимся. Обороны. Самообороны города, да? Самообороны города. Командиры взводов. Это вы первый раз сегодня? На стрельбах первый раз. А другие занятия какого-то рода проводите? Практические занятия проходили. Как вы думаете, это полезно будет, да? Да, полезно. Оружие в руках, по большому счету, не держали. Давно, давно, давно. А вполне возможно, считайте, что придется, да? Все возможно. Отрисать этого нельзя. Надо быть готовым ко всему. Все, спасибо. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Авилов Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович, что вы тут только что работали? Только что мы проводили навчание боевых стрельб. Ну, как ощущения? Ну, уважения чудови, потому что давно уже этим не занимался, очень понравилось. Добрый день. Добрый день, Панасенко Александр Георгиевич. Александр Георгиевич, как у вас впечатление, что вы сегодня... Не забываемый. Вы давно уже не стрелял, да? Да. Считаете, это полезно? Конечно. Тирса Василь. Вы самооборонный, да? Самооборонный. Что вы только что делали? Как вы считаете, это полезно? Стреляли, пристрелили оружие. Учились стрелять, попадать по цели. Учились. А вы в армии стреляли? Так точно. Давно было? 34 года назад. Какой результат сейчас? Ну, непоганый. Десятки, восемьки есть. Я бы сливился. Это полезно? Конечно. Каждый мужик должен защищать свою родину и землю. Батьковщину. Спасибо. Ну, в принципе, вы считаете, что и так довольно-таки хорошо? Ну, и так довольно-таки неплохо и так далее. Мы стараемся сделать. Они все-таки прошли у нас теоретическую часть обучения. Вот. Практическая часть обучения мы показывали по установке мирных полей. Но, в конце концов, я думаю, что мы этот вопрос сделаем. Как передвигаться, как устанавливать. То бишь, будем говорить. Вот наиболее патриотичные стороны ребята, которые в случае чего защитят. Ну, а моральный дух? Моральный дух нормальный. Я считаю так. Моральный дух нормальный. Уже здесь, уже нормальный, моральный дух. Все, спасибо. Мы победим. Спасибо. Спасибо.